Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный», подписывайтесь, ставьте лайки. Мы продолжаем наш проект «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия», и у нас в гостях Александр Франц. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Ну, я рад, да, что мы можем продолжить наше повествование дальше. В прошлый раз мы остановились вот на этом человеке, которого я даже не назвал по имени, но который происходил из этого города Зарау в Саксонии. Его звали Иоганн Готлиб-Лилбе. Его отец служил графу фон Промницу, о котором мы уже упоминали. Служил у него, как сказано, сидельником. То есть, по всей видимости, был ремесленником, изготавливал седла. А дед нашего героя, он занимался горным делом. И вот, может быть, это впоследствии сказалось на судьбе Иоганна Готлиба-Лилбе. Он отправился обучаться в Галле. Учился он как раз в Галльском университете и потом преподавал в латинской школе Франке. Но уже не отца Августа Франке, а его сына Готфильфа Франке. И, проучившись несколько лет в этой школе, он продолжил обучение в университете Лейпцига, Бреславля. И потом, казалось бы, странным образом, он решил поехать в Россию. Он приехал в Россию. Четыре года он прожил в Москве. Чем он занимался, этот юноша, мы не знаем точно. Но, по всей видимости, учитывая знакомство с Вольфгангом Пестелем, а это был прапрадед тех людей, которых мы знаем потом как сибирских губернаторов Пестелей, как декабристов Пестелей. Вот тогдашний Пестель, которому, собственно, прибился Иоганн Готлиблеубе, он занимался тем, что по просьбе Петра I он пытался создать в России почтовую службу, построенную по каким-то европейским меркам. И вот в Москве он возглавлял как раз это почтовое ведомство. И уже когда, собственно, пришло предложение отправиться пастором в Сибирь, то, собственно, рекомендацию для Иоганна Готлиблеуба как раз писал Пестель. Он его рекомендовал как достаточно толкового, знающего юношу, добропорядочного. И там же его рукоположили в пасторы. И вот, собственно, 6 ноября 1751 года, спустя порядка двухмесячного путешествия, он оказался в Сибири, на Алтае и стал первым ветеранским пастором в этой местности. Тогда нужно было заключать контракт минимум на 6 лет. Почему? Потому что на меньший срок царскому правительству не было выгодно нанимать специалистов, ни пасторов, ни горных инженеров, потому что царское правительство оплачивало им дорогу. Это достаточно большие суммы, и нужно было, чтобы человек, что называется, успел их отработать. Поэтому контракты заключались либо на 4 года, либо на 6 лет. Но с условием, что если специалист не захочет по истечению контракта остаться и продолжить службу, то царское правительство обязуется оплатить ему выезд из России, обязуется оплатить вывоз всего добра, который он успеет нажить. Там даже оговаривалось количество подвод, которые царское правительство обещало нанять и оплатить, чтобы он мог все заработанное в Россию ввезти домой. Ну практически, да, такие контракты подписывались, практически никто из них этими условиями не воспользовался. То есть они все работали в Сибири, заводили семьями и здесь же оставались. То есть домой из них вернулись только единицы. И вот сам Яган Готлип-Леубе, он отслужил первый 6-летний срок, подписал новый контракт, отслужил еще 6 лет. В общем, в общей сложности он 12 лет на Алтае служил пастором. Обслуживал огромную территорию, потому что она раза в три превышала нынешний Алтайский край, постоянно пребывал в разъездах. И вот через 12 лет своей службы он решил сделать такой крутой поворот в своей судьбе. Он решил стать горным инженером. И для этого был собран консилиум из горных инженеров. Они принимали его в любой экзамены. Экзамен он выдержал блестяще. И ему был присвоен первый горный чин. И он был назначен начальником Змельногорского рудника. Это была очень важная должность. Почему? Потому что все серебро, которое поступало на заводы для плавления, оно как раз добывалось в Змельногорске. Его еще у этого города, который мы сейчас знаем как Змельногорск, у него в европейской литературе было еще второе название. Его путешественники, европейские ученые, они название это переводили на немецкий манер. Они называли город Шлангенбергом. Вот в этом Шлангенберге Змельногорске он служил начальником этого рудника, помогал в строительстве других сереброплавильных заводов. Ну и, собственно, общался уже с теми горными инженерами, которые еще недавно были его пастырем. Это если вот говорить про первого пастыра. Где-то порядка 30 лет он отслужил в горном ведомстве, и потом он уже просился, просился в отставку, потому что у него было уже плохое состояние работы, состояние здоровья. Работа была достаточно вредная, потому что, ну, как бы, этой шахтной разработки и вдыхание поров свинца на сереброплавильном производстве, где оно применялось. И он просился в отставку, но его не отпускали, хотя он писал там «я харкаю кровью», у него были проблемы с легкими, но вот он служил до последнего, пока уже его не парализовало. И он уже парализован и составил завещание, расписал там, что из его имущества. Он умирал бездетным, он никогда не заводил семьи. Он составил завещание, что вот, что из его имущества должно достаться его денщику, который за ним ухаживал, денщика звали Свиньин, он ухаживал до последних дней, буквально до самой смерти. И другим горным инженерам, с которым он дружил, то есть он что-то хотел им там оставить по себе на память. Но когда он умер, выяснилось, что у него все-таки, оказывается, в Германии были родственники. Он считал их тоже умершими, но вот они каким-то странным образом узнали, что их брат, приехав в Сибирь, разбогател, оставил богатое наследство, они стали на него претендовать, судились за это наследство несколько лет, ну и большую часть наследства они все-таки отсудили. Но там интересно, вот, да. Скажите, это возможно судиться в те времена было в России иностранцам из Германии, скажем так, и судиться еще и выигрывать судебный процесс. Мы слились, на переписка шла, это были огромные расстояния, люди годами переписывались. Ну, достаточно честно, как бы к этому еще подходили наши местные чиновники, потому что, ну вот, откуда мы знаем, что осталось у этого имущества? Сразу после его смерти была составлена точная отпись, опись туда заносилась, вот все-все-все-все, там вплоть до ветхого платья. Там есть, вот я читал эти списки в нашем государственном архиве алтайском, они очень интересны, потому что ты каждый раз думаешь, там, а что, вот, как жили люди, да, какие вещи их окружали. Там идет интересное описание, описание его конзолов, треуголок, собольих шапок, медвежьих шуб, описывается, что у него было, хотя вот он был начальником, руководителем этого шахтного производства, но вот почему-то у него было три шпаги, там два пистолета, два ружья, несколько кортиков, девять табакерок, при этом описывается, что там были табакерки серебряные, табакерки с черепаховым панцирем, состоящие, сделанные из черепахового панциря, и вот одна из 87 полотняных рубашек, там в этой описи перечисляется, то есть они все нудно-нудно записывали, слиток серебра, который он зачем-то хранил, хотя он такой, как бы сказать, прям большой ценности он не представлял, но вот он его тоже держал в числе своих вещей. И последним, что в этом списке значится, самым, наверное, таким крупным объектом, это обозначена карета. Написано, карета со всем прибором, то есть со всей Уфри жью. По тем временам карета, ну, вот в глухих сибирских местах, она была, ну, достаточно таким, ну, как бы редким предметом, собственно, люди передвигались либо верхом, либо в каких-то бричках, то есть зачем он покупал карету, было непонятно, это вот как, наверное, сейчас купить гоночный дорогой автомобиль в деревне, да, где, собственно, и дорог-то может быть нет. Ну, он эту карету приобрел, ездил он на ней или нет, непонятно, но вот она у него была в числе имущества, и, ну, как бы, даже источники не упоминают, как она потом была поделена между его наследниками, была ли эта карета оставлена здесь или отправлена в Германию, ну, вот такое было. Понятно, очень интересно, спасибо. Это был первый лютеранский пастор, ну, вот я бы еще хотел, может быть, начать, рассказывать о том, кого он, собственно, здесь окормлял. Его паста была небольшая, она там была от 40 до 60 человек, они-то были, в основном как раз были горные инженеры, которые были разбросаны по этой огромной территории, то есть там один-два инженера приходилось там на каждый завод, и он был вынужден просто ездить от этого завода к заводу и вот везде проводить богослужения, как тогда говорили для исполнения треб. Плюс попутно, вот Иоганн Готлиплеубе, он еще преподавал детям этих горных инженеров в горнозаводской школе, он преподавал немецкий язык, французский язык, латынь, при этом как бы его хвалили именно за знание французского языка, преподавал им физику, математику, достаточно такой разносторонний, образованный человек, Иоганн Готлиплеубе, и вот в числе его учеников в горнозаводской школе был такой юноша по фамилии Чулков. Он, как это указано в источниках, однажды заявил Леубе, что ему больше нечем учиться, он все знает и учиться больше не хочет. Ну, это такая, наверное, как вы знаете, юношеская бравада, и он стал писать доносы. Будучи вот учеником горнозаводской школы, он писал доносы на Иоганна Готлиплеубе, который был начальником Змениногорского рудника и его преподавателем. Писал доносы, и приходилось просто Леубе вынужденно на эти доносы отвечать, и вот в одном из ответов Леубе пишет, что когда однажды, в очередной раз его ученик Чулков заявил, что он все знает и ничему учиться больше не хочет, Леубе описывает такую ситуацию. Был февральский вечер, он находился у себя дома в служебной квартире, и, ну, как он говорит, ходил, появился в просвете вот этого освещенного окна, и прилетел камень. Это был огромный булыжник, он сломал оконную раму, ну, то есть можно представлять, да, там, силу полета этого булыжника. И, как пишет Леубе, пролетел в нескольких сантиметрах от его виска. И, как он описывает ситуацию, что попадет мне в голову, я бы сейчас был умрек. И он, ну, как бы он намекает на то, что кто бы этот камень запустить, но вы сами понимаете, что, как бы, случайно это не могло произойти, потому что Сибирь, все в сугробах, это не ледышка, не снежок, этот камень нужно было где-то взять, принести, подкараулить, дождаться вечера и вот кинуть его в окно, пытаясь попасть в голову начальника Зминогорского рубрика. Вот Леубе обвинял в этом Чулкова, но, как бы, разбирательство достаточно было мягкое, Чулкова простили, он доучился, и спустя много лет, уже потом он возглавлял Алтайский горный округ, но все-таки, наверное, Леубе какие-то знания в него вложил, если Чулков смог достичь таких больших высот, но такие бывают ученики, которые кидают камни в своих учителей. А остальные горные инженеры, которые служили вместе с Леубе, это были, в основном, выходцы из Саксонии, и в основном они, ну, практически все, они были литеранами. Почему? Потому что, ну, как бы, Саксония традиционно литеранский регион, и оттуда набирали как раз людей, горных инженеров, почему? Потому что в Саксонии такие разработки велись, и они были узкими специалистами. Почему им платили огромные деньги? Потому что таких специалистов в России не было. Ну, в России до сих пор, еще до того времени не разрабатывали так, вот именно серебряные месторождения. И поэтому эти специалисты нужны были как шахтеры, как металлурги, кто мог это производство наладить, им платили очень огромные деньги, но как бы все окупалось. Много рудников было по Сибири, вот где иностранцы наши. Ну, потом еще работали на Нерчинских рудниках, но это вот как бы, что называется, за пределами моей книги. А на Алтае это вот как раз разработка в районе Зминогорска. Практически вся серебро-содержащая руда шла оттуда. Она сначала плавилась на Колываново-Воскресенском заводе, почему вот округ называли Колываново-Воскресенским, это был, наверное, первый здесь завод. А уже потом на Барнаульском сереброплавильном, который еще создавал Демидов, но Демидов, он как бы предполагал разрабатывать здесь медные рудники, и он даже не знал изначально о содержании серебра здесь. И вот когда он уже с помощью немецких специалистов, которых он сам нанимал, он узнал, что здесь есть богатые залежи серебра, он начал делать первые пробные плавки, и потом уже на Алтай была прислана государственная комиссия, которая должна была оценить масштабы этих серебряных руд, и когда они были признаны колоссальными, потом их разрабатывали не одно столетие, ну как-то решили, что, наверное, для одного промышленника это будет слишком много. Я думаю, если бы это оставили все это Акинфио Демидов, он был бы, наверное, одним из богатейших людей в мире. Ну вот правительство посчитало, что негоже как бы разбрасываться природными богатствами, и забрало как бы разработку этих руд, и потом сами заводы у Демидова, у семьи Демидова, забрало царскую казну, но, как бы, знаете, есть такая легенда, что вот Демидов был отделен, у него отобрали заводы, он умер счастливым человеком, заводы забирали уже после его смерти, у его наследников, и при этом этих наследников тоже никто не обманул, они получили компенсацию за эти заводы, практически все, что они вложили, все, что их отец складывал в строительство этих заводов, им было предложено за честь, как недоимку по налогам с других уральских предприятий. Практически это был такой, ну, как бы, сейчас бы сказали, нормальный взаимозачет. Поэтому семья Демидовых никак не пострадала. Более того, то серебро, которое они успели наплавить, ну, его хватило там буквально, ну, большой ящик, ящик набитый этими серебряными слитками, первый начальник, который потом стал здесь руководителем, начальник Лаваново-Искресенских горных заводов, Андрея Сбейер, он этот ящик проездом в Петербург доставил и передал семье Демидова, его вдове. И даже потом был написан донос на Андрея Сбейера, что он разбазаривает государственное серебро. И ему приходилось отвечать на этот донос, он отвечал письменно, он написал, что это серебро, которое семья Демидовых плавила здесь до того, как эти рудники, этот завод перешел в государственную собственность, он говорит, поэтому это их, я поэтому и верну. И он вернул под роспись, то есть все обвинения с него были сняты. Слушайте, какая интересная и удивительная история у нашей страны. С одной стороны, люди приезжают, трудятся, делают что-то в этой стране. С другой стороны, постоянное стукачество, доносы, зависть человеческая, да? Это что, присуще? В те времена, вот это все-таки недоносы сталинских времен, то есть тогда можно было оправдаться, можно было объяснить, тебя выслушивали, например, на Бейера доносы писали довольно часто, и некоторые доносы, они были вот, на них Бейер отвечал с юмором, один из его подчиненных, офицер Булгаков, который служил здесь, вот в горном округе, он написал, он писал о том, что доктор, врач, который обслуживает эти рудники и заводы, ну, все это округа по фамилии Цидарков, он писал, Булгаков по нем писал, что он больше заботится о семье Бейера, чем о семьях, там, других горных инженеров, как бы пренебрегает этим, и он писал, что вообще в округе большая смертность, и Бейеру приходилось отвечать, вот, за своего лекаря, и Бейер ситуацию описывал так, писал о том, что да, Цидарков трудится, как может, практически это был единственный лекарь на всю округу, он мечется, пытается лечить людей, а то, что люди умирают, Бейер написал, пока еще травы, избавительная от смерти травы, он сказал, пока еще не вирусная. Он имел в виду, что лекарства все приготовились из местных трав, привозных лекарств не было, для чего, собственно, этим лекарям вменялось в обязанность разводить аптекарские огороды, сначала они должны были вырасти лекарственные травы, потом их соответствующим образом там, либо высушить, либо сделать из них какие-то отвары, и потом уже использовать вот для больных, поэтому аптекарские огороды, аптека и лазареты, они практически вот, как бы были таким неразрывным комплексом, все делалось на местах. Спасибо. Это был Александр Франц на канале «Взгляд с небесной» и наш новый проект «Неизвестная Сибирь, неизвестная Россия». Благослови Господь. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...